Последний день Туряды и последние километры добегают участники спортивной программы лагеря. Пешеходная дистанция четвертой категории сложности. Рядом проходят финальные заезды по велотриалу. Трасса интересная, необычная. Обычно в Оренбургской области, когда проводим соревнования, они более простые. Здесь самый сложный этап были – это три бревна, жерди. Некоторые падали также на колее. Три бревна проехали чисто всего два человека из Сатарстана. Пока одни соревнуются, другие собирают вещи. Позади четыре дня лагеря. За это время участники смогли прочувствовать и триумф, и горечь поражений в спорте. Оценить быт и уровень организации. Говорят, инвентарь и вещи собирают с неохотой. В том году и погода была не очень со временем дождей. А в этом году прям погода радует, и организация намного выше стала. Все общеорганизационные вопросы, все повес, быт, все, питание. Очень неохота уезжать, потому что тут познакомились с кучей людей с разных регионов. Конечно, люди занимаются разными вещами, но их связывает одно дело. Четыре дня, проведенных на природе в доброй компании единомышленников, ничтожно мало. Об этом рассказали ребята и инициатору туреады. Михаил Бабич, полкредпрезидентов ПФО в прошлом году, предложил провести молодежный слет в Саратове. На первую туреаду в 2013 году приехали всего шесть регионов. В этом уже 14. Решена, прежде всего, самая главная задача. Мы существенно увеличили массовость и доступность такого вида спорта, и, я бы сказал, даже увлечения, как туризм. Потому что в прошлом году в отборочных соревнованиях у нас приняло участие 42 муниципальных образований, а в этом году уже 92. То есть рост более чем в два раза, это как раз то, к чему мы стремились. То есть максимально приблизить этот вид спорта к муниципалитетам, к школам, к туристическим клубам и так далее. Конечно, это еще далеко от того количества муниципальных образований, которые мы имеем, но это уже существенный шаг вперед. После работы над ошибками туреада 2014 сильно отличается от предыдущей. Лучшие на условии изменились маршруты и судейства. Неизменным осталось лишь место проведения слета. Как и обещали в прошлом году, это место стало традиционным. И в будущем мы предполагаем, что ежегодный спортивно-туристический слет Привозского федерального округа будет проходить здесь, в Хвалынске, Саратовской области. В этом году, говорят организаторы, ребята прощаются ненадолго. Буквально через полгода они снова встретятся у подножия Хвалынских, правда уже заснеженных гор. Организаторы сказали, теперь надо провести зимнюю туреаду здесь же. И сказали, надо провести чемпионат России. Вот над чем мы будем работать. Мы все для этого сделаем, чтобы на самом деле такие мероприятия проходили у нас и зимой, и чемпионат России. Выйдем с такой инициативой. Наконец, то, к чему стремились участники слета на протяжении четырех дней. Церемония награждения победителей. По очереди на пьедестал для получения наград и призов зашли представители практически всех регионов. Однако, в общем зачете всего один победитель. Чувашская республика! Просим команду победительницу в полном составе пройти на сцену! Имена саратовских ребят также были в списках награжденных. Правда, для победы этого не хватило. Но и проигравшими на туреаде себя никто не считает. Говорят, здесь, как и в любом спорте, главное – участие. Эллада Абжалимова, Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.